Учения территориальной обороны и первые пуски нового комплекса реактивной системы залпового огня в Беларуси продолжаются полевые учения. Они вступили в так называемую активную фазу. В Грудненской области силы территориальной обороны выполняют задачи во взаимодействии с воинскими частями и подразделениями от Западного оперативного командования, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и сил специальных операций вооруженных сил. В ходе практических мероприятий отрабатываются вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, поддержания военного положения, блокирования и уничтожения бандформирования. Всего в учении задействовано свыше 2000 человек личного состава и более 70 единиц техники. Подводя итог, можно сказать, что итог положительный в целом. Есть, конечно, когда начали сталкиваться с практикой, конечно, столкнулись с проблемами. Но мы в данном случае говорим, что отрицательный результат – это тоже результат, потому что мы теперь знаем эти проблемы. И в ближайшее время по итогам данного учения будет намечен план работы. И, естественно, эти проблемы мы будем решать. А в Гомельской области подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси впервые провели боевые пуски, принимаемого на вооружение комплекса реактивной системы залпового огня «Полонез». Это разработка белорусского ВПК. Ракеты одной боевой машины комплекса «Полонез» способны наносить точные удары по восьми целям одновременно. Причем отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 метров. Мы сегодня провели испытания на нашей, на белорусской территории. Это нам по большому счету развязывает руки, и мы сможем в последующие годы, имея на вооружение эту систему, проводить пуски с этих машин, пуски этой системы на своей территории, независимо от кого. Это не наступательное вооружение, это оружие сдерживания, оружие оборонительное, позволяющее мирно в стране решать те задачи, которые перед ней стоят. Это первое. Второе, еще раз подчеркиваю, задача главы государства поставлена была два года назад. В течение этого сжатого времени мы выполнили поэтапно все задачи по разработке и ходу испытаний. Вы знаете, что в Китае, это не секрет, было испытание. А сейчас это наш комплекс с локализацией более 60%.